А дело-то всё в селёдке, а точнее в её вылове. В Вилкове, это Одесская область, на митинг выплыли рыбаки. Говорят, им не дают законно заниматься промыслом. Почему, разбирался Андрей Анастасов. Такого в Вилково ещё не видели. Отстаивать свои права вышли десятки, если не сотни местных рыбаков. И поскольку город, по сути, стоит на воде, то и акция протеста проходит частично на суше, а частично прямо здесь, на Дунае. Рыбаки не просто прибыли на лодках. На 10 минут, выстроившись в ряд, они перекрыли судоходную часть Дуная. Говорят, это предупредительная акция. Показываем, как мы можем перекрыть Дунай. Причина – знаменитая дунайская селёдка. В начале марта эта деликатесная рыба заходит на нерест в устье реки. Чтобы вылавливать её на территории местного биосферного заповедника, нужно специальное разрешение. Но чиновники уже два месяца его не выдают, а сельдь ждать не будет. Уйдёт верховье реки. В основном такой пиковый ход её – это полтора месяца. Две недели практически уже ушло. Каждый день на счету. Люди хотят работать законно, им просто не дают возможность. Проблема в том, что до конца непонятно, кто уполномочен выдавать разрешение. Минэкология кивает на областной департамент природных ресурсов, там, в свою очередь, на агентство рыбного хозяйства. Дескать, законодательно этот вопрос не урегулирован. Что они вам говорят? Да ничего не толком не говорят. Будет когда-то. Ну, будет. Мы решаем, мы решаем. Мы работаем над этой темой. Или как мне департамент говорят, мы готовим вам витпоить. Вот терпение и лопнуло. На митинги бушуют страсти. Рыбаков возмущает, что пока они законопослушно сидят на берегу, браконьеры вовсю вылавливают Дунайку. В оппозиционном блоке предполагают, а может, все эти бюрократические проволочки созданы неспроста, и чиновникам просто выгоден такой теневой промысел. Похоже, что чиновники сели очень плотно на шеи рыбаков и пытаются получить какие-то дополнительные доходы. Я считаю, что нужно добиваться результатов, делать изменения в законодательной базе, чтобы люди могли заниматься промыслом и могли кормить свои семьи. В итоге участники акции постановили, дают госслужащим три дня разобраться с ведомствами и выдать разрешение. Если вопрос не будет закрыт в понедельник, мы перекрываем русло Дунай. И уже к вечеру выяснилось, разрешение на вылов селедки Минэкология сегодня в срочном порядке согласовала, а губернатор Одесской области подписал соответствующие документы. Так что, возможно, уже завтра рыбаки получат долгожданный документ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер.